Глину не мять, горшков не видать. Спорить с гончаром лучше не стоит. Руки мастера за 10 лет намяли не один ком глины. Но ноги для гончара Любомира Аникина важны не меньше, чем руки. Гончарный круг мастер разгоняет так, как это делали еще прадеды в казачьих станицах. Чтобы получить кувшин идеальной формы, порой раскручивать приходится до 250 оборотов в минуту. Профессия для тех, кто действительно хочет держать себя в форме. Что у гончара сильнее, ноги или руки? Руки. И ноги. Гончары не бывают полными. Они всегда такие сухощавые. Перенесись Любомир Аникин лет на 200 назад сюда на Тамань называли бы его пришлым. Изначально среди казаков не было людей, владеющих таким искусством. Поэтому гончары очень ценились в местных подворьях. Могли и крынку для молока сделать, и свиристель, чтобы девушкам понравиться. Понравиться гончару смогли бы молодые казачки из соседнего подворья. К глине у них другое отношение, но мнут они ее тоже с любовью. Кубанская глина. Замес кубанские. Замес кубанские, кубанскими девушками. Раньше девушки месили сама для того, чтобы строить дома. Вот, пожалуйста, наша постройка. Можете посмотреть. Глина очень полезная. После нее очень гладенькие ножки и пяточки. И пяточки. История здесь оживает буквально на каждом углу. Атамань, воссозданная казачья станица, работает как машина времени. Заходишь сюда и сразу попадаешь в 19 век. По улицам гуляют гарны хлопцы, а на сеновале отдыхают знойные казачки. У каждого здесь свое дело. В одном курине живет охотник, в другом кует кузнец. Здорово, красиво и все очень сделано хорошо. Все именно, как попадаешь, как именно в казацкую деревню. Все очень красиво. Нам очень нравится. Действительно, вот можно приехать с семьей, с детьми. Показать ребенку, как жили раньше наши прадеды, бабушки, прабабушки. Познакомиться с историей края. Вообще здесь первый раз. Мы приехали с Ульянской области. Мне кажется, это всем нужно. И молодым, и старым. С берега Азовского моря именно здесь началась история Кубани. 222 года назад на Таманском берегу высадились первые казаки, которым императрица Екатерина II пожаловала в вечное пользование кубанские земли. Тут и появились первые подворья, похожие на те, которые сейчас стоят в Атамане. На открытие фестиваля «Легенды Тамани» в один день собрались 40 тысяч гостей. Сама Атамань уже стала легендарным местом для туристов в Краснодарском крае. Всех гостей, приехавших на место зарождения Кубани, на главной площади казачьей станицы, поприветствовал глава региона. Атамань – это на самом деле как музей под открытым небом, где все – и история, и культура нашей Кубани, и песни, и пляски, и кухня, и все, что очень трепетно для нашей кубанской души. Около трех миллионов человек за эти пять лет побывали здесь. Именно в этой земле, несколько сотен лет назад, наши предки, запорожские казаки, впервые вступили на эту благословенную землю. И прежде всего, начали свой быт, свою жизнь построение храма. Потому что великий казачий народ, кубанский народ всегда жил с Богом. Мы хотим знать, как нажили наши предки, как они воевали, какие были обычаи и традиции. И все здесь, в этой маленькой станичке, вместилось то, что мы создали этот музей усилием огромного количества людей. Мы сделали одно большое замечательное дело. Мы приобщаем своих детей, своих внуков к нашей истории. На сцене настоящее представление. История о напоре и казачьей дерзости. Группа казаков отважилась поехать к самой императрице в Санкт-Петербург, чтобы просить Екатерину II даровать им кубанские земли. Во главе делегации стоял один из основателей Черноморского казачьего войска Антон Головатый. Кстати, это, как считают многие, вовсе не настоящая фамилия. Ты же у нас голова! Головатый! Самый умный и красноречивый! Одним из самых зрелищных событий на фестивале стали скачки. Разыгрывали призы атамана кубанского казачьего войска. Конь для казака, как и сотни лет назад, не просто средство передвижения, а настоящий друг. Но разве можно кому-нибудь другому во время джигитовки доверить самое главное – не посрамить казачью честь? От таких трюков дух захватывает даже увидавших виды – атамана кубанского казачьего войска и губернатора края – казачьего полковника. О такой акробатике на конях додумаются разве что в индийских пилах. Сегодня вот оно действительно на самом деле очень хорошо. Вообще вот казаки брюховецкие, они молодцы прям сегодня вот так вот. Они умнички, честно, на самом деле. Это очень интересная, захватывающая жизнь. Я видел это только по телевизору в Англии, но это намного лучше, чем нам показывают. Я по-настоящему наслаждаюсь тем, что вижу. Пока мужчины скачут, женщины ждут их в своих куренях. По традиции, каждого гостя встречают песнями, плясками и, конечно, хлебом, солью. Кубанское гостеприимство настолько гостеприимное, что пройти мимо подворья просто невозможно. От казачьих счастушит не устоял и Александр Ткачев. Я надену белосвадь, расписные рукава, неужели я не буду? От тамого-ного жена! Историю и традиции ватамани воссоздают не только в образах, но и в атмосфере. Своей любовью к жизни казаки готовы заразить каждого, кто придет к ним в гости. Ведь насколько отчаянно они воевали, настолько бесшабашно и отдыхали. А в Курине Аббинского района Александру Ткачеву, как и всем посетителям, Любомир Аникин своими руками еще раз доказал, что не боги горшки обжигают. У нас материал это сатамани. Мы прямо здесь добываем глину. Это вот местная глина, которая очень по своим качествам хорошая. Именно здесь? Да, таманская. Таманская. Удивительная глина. Обрабатываем мы ее сушим, обжигаем в настоящем горне на дровах. И потом еще пропитываем составом льняной маслы. Атамань как живой организм. Здесь каждую минуту что-то где-то да происходит. В каждом подворье своя маленькая жизнь. Каждая фотография, каждая старая вещь здесь – это ожившая история спустя столетия. Вот они мы все. Приезжайте к нам! Александра Иванченко, Яна Москаленко, Элина Касабова, Денис Москаленко, Валерий Пятов. 9 канал. Темрюкский район.